Всем привет! Меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на страницу. Двери-арт рисовать может каждый. И сегодня у нас речь пойдет о кистях, а именно как отмыть кисточки правильно от масляной краски. Если вам данная тема интересна, если вы заботитесь о сохранении своих кистей, то смотрите дальше. Данным способом я пользуюсь очень давно. Все кисточки у меня много-много лет остаются в рабочем состоянии, поэтому я решила с ними поделиться с вами. Нам понадобится обычное растительное масло, которое стоит у вас на кухне, на котором жарят блинчики. То есть самое обычное бытовое растительное масло. Также пригодятся обычные тряпки, какая-то ветошь, то, чем вы протираете кисточки. И третий элемент это моющие средства для мытья посуды. Лучше взять что-нибудь более концентрированное, более такое мощное. Например, ферри. Очень хорошее средство для мытья посуды и отлично подходит для мытья кистей. Отмыть данным способом кисти очень просто. После того, как вы порисовали, кисточки протираете тряпкой, потом смачиваете их в растительном масле. Если на кистях много масляной краски, они такие очень забитые, то советую оставить в масле растительном кисти ненадолго. На минут 10-15 замачиваете, потом кисточки хорошо протираете тряпкой, а потом уже моете их с помощью моющего средства под струей воды. И тогда кисти отлично отмываются. И также тут же выходит совет, если вдруг вы писали маслом, порисовали, и у вас нет времени сейчас отмывать кисти, но вы не можете их оставить на сутки, заветриваться, потому что масло высохнет и кисти испортятся. То есть, если масляная краска засохла на кисти, то ее практически невозможно восстановить. Конечно, можно всякие бензины и растворители замачивать, но все равно свойства кисточка свои потеряет. Ворс уже не будет таким упругим, поэтому можно оставить на сутки, на двое суток кисли в растительном масле. Если вы рисуете каждый день, то вы можете вот таким образом кисти не мыть, а просто их замачивать в растительном масле. Оно позволит кисточке, во-первых, легко очиститься, а потом перед работой, когда вы протираете ее тряпкой. Ну и, конечно же, масло на кисти не засохнет в растительном масле, и ваша кисточка всегда будет в хорошем состоянии. Но тут также бывают такие моменты, что когда вы, например, на сутки оставили кисть в банке с растительным маслом, и она немножко деформировалась, потеряла свою форму, да, немножко кончик загнулся, либо немножко щетинки распушились, то здесь тоже очень просто можно кисточку восстановить. И для этого нужна кипящая вода, то есть вы ставите кастрюльку с водой, ждете закипания, и в эту кипящую воду обмакиваете кисточки, держите несколько секунд, ну, секунд 30, потом кисть достаете и формируете нужную вам форму, и оставляете до полного высыхания. После высыхания кисточка останется вот в той форме, которую вы слепили. Поэтому не переживайте, если вдруг ваша кисточка немножко изогнулась, когда осталась на несколько суток в растительном масле. На этом видео я буду заканчивать, надеюсь, данное видео было для вас интересным и полезным. Если так, то обязательно поставьте лайк и расскажите о нем друзьям. Ну и, конечно же, если у вас есть свои способы отмывания кистей от маслых красок, если вы со мной совершенно не согласны, напишите об этом в комментариях, поделитесь своим опытом, своим способом, возможно, он кому-то станет очень-очень полезным. И на этом все. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok